Ниша подросткового кино в России пустует, в то время как мировые киноделы до ниток оббирают зрителя опусами про неокрепших юнцов и девиц, вроде «Голодных игр», «Дивергентов» и прочих подростково-системных войнах. Кроме того, вал продуктов с детским рейтингом, которые рассказывают про победу над злом и торжестве справедливости. Картина за картиной, прибыль за прибылью. Но это не могло продолжаться вечно, и отечественный кинематограф нанес ответный удар. Мега-успешная вирусная реклама, 22 миллиона просмотров, полтора миллиона долларов бюджета, благодатная тема. Неужто есть шанс? Давайте же узнаем. Фильм начинается с записи настоящих происшествий, дабы приблизить зрителя к реальности, показать, что рассказанная история могла произойти. И внезапно паркур в стиле игры Dying Light. Ты в следующий раз вниз головой сигаешь, чтобы тупые идеи прыгать с 8-метровой высоты окончательно покинули твой мозг. Дебил. Но нет, наш, как потом выяснится, диванный паркурщик без кувырка аккуратно приземляется на крышу. И начинает прямую трансляцию своей рожи на все билборды и телевизоры в магазинах. Нет, чтобы действительно полезное сделать, вроде трансляции порнухи. На этом сцена обрывается и нас знакомят с главной героиней по имени Кира, которая сталкивается с хамством на дороге. Учитывая, здесь нельзя оставлять машину, парковка чуть дальше. Пошла. А если бы у нее была наклейка, все сложилось бы иначе. Хотя, нет, так же. И подождите, он что, показывает ей указательный палец? Что это, блядь, вообще значит? Парковка чуть дальше. Есть. Кира с недовольным лицом забивает на собственную работу и идет наводить справедливость в местный ресторан. Ты тачку перепаркуешь или мне тебе ее по частям принести? Бегом, а че это? Тут же ее замечает другой герой, Артем. Он влюбляется с первого взгляда и решает помочь дерзкой девице, дабы избежать посылки из Парижа с любовью в голову. Я твой ангел-хранитель. Че? Артем, статус для новых отношений свободен. О, господи. Это просто фантастика. Я чуть не поцеловала тебя, правда? Подкаты Дон Джуана с Нучи Бучи не работают на Киру. Да и от услуг бесплатного таксиста она отказывается. Но вдруг... Кира, Настю ночью сбили. Она в реанимации. Напоминаю. Сбитая женщина стоит 10 очков. Подростки 40 очков. Дети до 12 лет 70 очков. Если вы думаете, что это выражение лица не изменяется от шока, вы ошибаетесь. Оно не изменяется из принципа. Видимо, от страха мимических морщин. Либо синдром Кристиан Стюарт, либо режиссеру насрать. Врачи говорят, Настя чудом осталась жива. Ох, эти эмоции. Ох, эта пластика. А ведь еще нас ждут диалоги. Ты что, с Кирой приехал? Ну, вообще-то я ее примет. Что-то я тебя раньше не видел, друг. А ты что, ее парень, что ли, чтобы с их видеть? Да, парень, ничего. Кира, в курсе? Ты что, самый умный? Че они столько чокают? Хотя, подождите. Че, че, че. Три других слова. Опять че, че, че. Да это ведь СОС. Азбука Морзе. А ну, пиши сценарий, тварь! Я буду писать, но вы хоть носки снимите. Что за неуважение к Туарцу? Человек гомоватого вида, Федя. Зафрендзоненный друг Киры, который после армии не может сдержать внутреннего гопника. Но даже до его мозгов доходит, что 250 тысяч долларов на операцию подруги будет тяжело найти. Полиция свидетелей не нашла, и дело заводить пока не будет. А че от ментов еще ждали? Позвольте, я вам объясню, как все будет. Слушай, а этот клон всегда так разговаривает? Федя. Ты переигрываешь. Что? Как вы смеете говорить актеру эти жестокие слова? Это актерская игра, это перформанс. Людям нужно хлеба и зрелищ. А я самый сытный батон. Окей, окей, едем дальше. Так бы сразу. Полиция посвиньячи разводит руками, пачкая заявления. Свидетелей найти не получается, и Кира, несмотря на скептицизм Артема, делает пост в социальных сетях, в ответ на который великий аноним присылает видеозапись происшествия и досье на богатейшего бизнесмена России. Кира собирает яйца в кулак и идет напрямую к богачу. Благость, течение обстоятельств. Но вы знаете, чтобы попасть на прием к одному из самых богатых людей России, не обязательно брать с собой паспорт. Позволяет ей без проблем предстать перед лицом конченной, наглой, состоятельной мрази. Ему плевать на доказательства, все куплены, да и вообще. Зачем беспокоить людей, попавших под машину тупыми вопросами? Вы ранены? Ну, конечно, они ранены. Посмотри на всю эту кровищу. Ты только что их переехал на полутора тонн стали. Конечно, им больно, оставь их в покое. Киру выгоняют с санными тряпками, но она не отчаивается, ведь на связь выходит некий человек, который зовет героев на встречу в институт. Мол, он и скинул видео, и у него есть еще больше инфы про ДТП. В мега-динамичном монтаже с постоянной перебивкой напаяния герои добираются до чердака института, который тематически оформлен под логово конструктора. Киран! Ладно, ладно. Тихо, тихо. Я его сейчас убивать буду. По лестнице вверх. Что это вообще было? Вирусная защита. Видели? А то, я это сделал. Я лохов к себе не пускаю. Чего? Блафельд. Здравствуйте, мистер Бант. Мега-хакера, который возвел себе хакерское гнездышко на чердаке института. Зовут убогим именем Женя, и он такой хакер, что знает все про главных героев. И первым под раздачу попадает Артем. Бабник, лгун, любишь понтоваться, даже часы эти, не настоящий, а поддел. Федор Быков. Но. Недавно пришел из армии, много приводов в полицию, хулиганство, драки. Фанат фильма «Сумерки». Это все знают. Раскопай что-нибудь прикольное. Ты хочешь трахать парней? Это не каждый раз. Старик, не дуйся. Мега-хакер тоже хочет отомстить бизнесмену, которого, кстати, зовут Полянский. Тот, при том, что ворочает огромными суммами денег, зачем-то бонусом отбирает квартиры, одна из которых принадлежала семье Женя. В пылу обсуждения вскрывается интересный факт. Давай будем откровенны. Мы с тобой здесь собрались только потому, что мы хотим Керу. Относись к ней уважительно. Она не вещь, чтобы ее делить. Ребят, заключим пакт. Он имеет в виду слово «пацана». Накажем Полянского, поможем девушке. А Кира после сама решит, с кем она будет. Он себя так всегда ведет. Чай будешь? Будь здоров. Ой, смотри, как он мило спит. Как обычно, в подобных фильмах хакер использует какую-то невиданную операционную систему, носящую гордое название «компьютерная графика». Правда, даже с помощью нее хакер не может взломать и украсть деньги у Полянского, так как у бизнесмена на ноуте стоит уникальный софт, и только через тот ноут можно проводить операции. Максимум, что смог хакер, это ломануть почту и еще пару источников, откуда стало известно, что Полянский подыскивает остров, любит эзотерику, лежал в психушке, ну и бонусом у богача аллергия на клубнику. Да-да, наказали Полянского, показали факт в монитор. Молодцы, ребята! Первым делом Артем едет снимать бизнесмена, который напротив некого торгового центра, не зашторив шторы, пердолит жену партнера. Но шантаж не срабатывает. Прикинь, я жахую твою жену. И что? Ну что, съели дармоеды? Подобное поведение окончательно добивает гопника. Спать с женщинами? Как так можно, а? Знаешь, как с такими поступают? Ну что, твоя тактика обмана метросексуальным видом на этот раз не сработала. Волосы укладываю. О, смотри, геи. Че? Че ты сказал? Иди сюда, пидор. Щас тебя сделаем геям. Иди сюда. Потерпев неудачу, герои хотят спасти подругу мирным путем. Надо что-нибудь продать. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Лексус, например. Но Артем его продавать не хочет, оправдываясь тем, что Лексус в кредите. Но мы-то с вами знаем его истинные мысли. У тебя может быть лучшая пи*** на свете. Супер пи***а с буквой С на лапке. Ни одна пи***а не стоит 150 миллионов долларов. Особенно, когда ее обладательница в коме и с тобой вообще не знакома. Ведь так, Артем. Дабы замять, тем он переводит стрелки. Это че? Моцк. Короче, я недавно вилку на свалке нашел. Потом бак за гаражами. Ну и вот потихоньку собираем. Короче, я понял. За твой металлом мы тоже деньги не получим. Металлом это твой айфон. В итоге умозаключение Кира выдает на гора гениальный план, цель которого не определит даже самый заядлый киноман. Кира переодевается, представляется агентом Полянского, забирает каталоги, вручает их Артему, который легко попадает на проходной двор, именуемый в фильме кабинетом одного из самых богатых людей России. С обвесом из гаджетов. Все для того, чтобы продать остров бизнесмену. А, ну это было. И это было. Ты втираешь в меня какую-то дичь. Резко гуглится остров Анджелины Джоли и показывается Полянскому. Тот готов купить, но чуть позже. Данная неудача раскрывает настоящую трагедию. Просто драмы не цепляет, и мне плевать. Новый день и новый гениальный план, а именно попасть в один из самых дорогих отелей России, в номер одного из самых богатых бизнесменов России. Для этого перед номером сбивается уборщица, затем она забалтывается, пока копипастится карточка. И вуаля, у вас есть карточка, и вы в номере миллионера. Президент инициировал протокол Фантом. Мы упразднены. В номере Полянского успокоительные таблетки заменяют на стимуляторы. Именно это поможет вытащить подружку героев из комы. Подростки, видимо, знали, что в номере будет картина, поэтому за ней крепят специальный механизм для движения полотна. Именно это поможет вытащить подружку героев из комы. Также ребята подменяют блины гантелей на более тяжелые. Именно это поможет вытащить подружку героев из комы. Устанавливают будильник на 4 утра и загружают туда надоедливую мелодию. Также подмешивают в отельное мыло экстракт клубники, на которую у бизнесмена аллергия. Именно это поможет вытащить подружку героев из кома, сука, чем вы занимаетесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гопогей тем временем легко заходит в офис бизнес-центра, сказав, что, мол, в вентиляции дыра, надо залатать. Девочка с ресепшена говорит, ой, конечно, хотя я не вызывала и никто не вызывал, но раз вы пришли, значит, надо. Похоже на сценарий какого-то порнофильма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ползёшь прямо до разъюки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжай в Халифорнию. Отдохнём, развлечёмся. Все это делается ради того, чтобы в огромной системе вентиляционных шахт, огромного небоскрёба доползти до офиса Полянского и заполнить его помещение веселящим газом, пока Кира с Артёмом обновляют подлянки в доме бизнесмена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И меняют там картину. Кстати, из-за веселящего газа у Полянского начинает ехать крыша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из моих любимых актёров Денис Шведов настолько мимо в роли шизанутого миллионера, что скорее поверится в Николаса Кейджа, исполняющего роль Барака Обамы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело не в том, что Денису Шведову не подходит роль богатого миллионера. Вовсе нет. Дело в волосах. Есть правило номер 9 в неписанном кодексе Бэда. Герой с завитушками не может вызывать ничего, кроме смеха. Задушить щеночка! Убить ребёнка! Зорвать планету! И да, я знаю, что Полонский, с которого списали Полянского, тоже был с кудряшками. В контексте наведения ужаса ему это не помогло. Как, собственно, не помогли сборам подобные мемчики в официальном паблике фильма. Старикам, блин, тут не место. Неловко получилось. Это уж точно. Конечно, веселящий газ действует только на одного человека. Остальные даже запаха не чувствуют. Кроме того, Полянский видит, что поменяли картину, валит всё это на собственную психику и идёт в душ. Кир, по-моему, ты немного увлеклась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивые сиськи! Башка распухает, как арбуз. Ты набираешь около 45 килограммов за два часа. Точно! Вырастут когти и кровоточащие борода. А потом обнаружишь шесть огромных волосатых сисек у себя на спине. Полянский за минуту добегает до менеджера, потом за минуту возвращается обратно. И всю клубнику с пола, со стен, с душевой, все размазанные пятна герои успевают убрать. Да с такими способностями к уборке вы бы деньги на операцию за неделю собрали бы! Просто не в спасении суть, суть в доведении Полянского до сумасшествия. Подругу, может, и не спасём, но уж точно отомстим! Пит, я не кончил тебе. Человек, у которого уникальный софт на ноутбуке для перевода денег, целая система защиты, не способен разобраться в электронных часах. Вы когда-нибудь замечали, сколько по-настоящему тупорылых людей может вам встречаться в течение дня? На утро гопогей проникает на стройку Полянского. Как, спросите вы? Он просто надевает каску и поэтому у него не спрашивают ни фамилии, ни паспорта. Чёткий цвета лагуны просит у прораба телефон. В телефон заливает надоевшую мелодию. А всё потому, что герои знают, именно в этот день Полянский посидит стройку. И именно с этим прорабом будет беседовать. А с кого? Успокойся! Иди сюда! А героям весело. Не важно, что из-за них невинный прораб посидеет. Ну представьте, если обычному человеку с семьёй будет угрожать беспредельщик-миллионер. Также юные Мстители меняют телетрансляцию, видимо предварительно попросив ведущую новостей и Фёдора Бондарчука наговорить нужный текст. Я её ведущий Фёдор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. Сафонов кинет Полянского и на открытии впервые за всю историю фестиваля. Вы бы включили ему одноклассники на клик и удачу. Он бы вообще в окно выпрыгнул. Утром Полянский на картинах видит черепа, но это ещё не всё. Здравствуйте, хочу заказать группу танцовщиц в майках с надписью 4.27. Здравствуйте, я хотел бы заказать доставку 22 пылесосов. Модель XR-73. То есть никто не просит ни предоплаты, ни каких-то персональных данных. Все так просто и легко на слово верят и поднимают народ и реквизит? Знаете, этот фильм похож на компьютерную игру, в которой ты вёл коды. Делать можно всё, никаких правил и ограничений нет. Я не удивлюсь, если на лечение денег они не найдут, но в конце произойдёт это. Мы не успели. Она умерла. Так, разошлись, разошлись. Это был Иисус. Иисус, покидай здание. А разве такое вообще можно устраивать перед бизнес-центром? Это же не убийство барана на Курбан-Байрам, ей-богу. А, да, кады. Тем временем, из того же кафе, мега-хакер с обычного ноута взламывает принтер. Введите имя и пароль. Имя, пароль. И распечатывают доки с неправильными данными. В то время как Гопогей в очередной раз залез в вентиляцию. Видимо, опять дыра в трубе и опять пустили. Все это для того, чтобы опять влезть в офис Полянского и скопипастить его программу с мега-защитой на флешку. Ах да, забыл сказать, что Гопогей это российская версия мистера Фантастика. Он способен растягивать свое тело. Ой, какая ж это все хуйня. Какой смысл? Естественно, из-за фальшивых документов срывается Полянский. Это просто ошибка, мы сейчас все перейдем. Это с тобой работать ошибка. Щас, щас. 48% не слипнется. Ничего ему не переводи. Ты одырел что ли, а? Одырел? Вы даже не переписали запоротый дубль. Сценаристы, если ваши герои находятся в режиме нарушения правил, это не значит, что и вы тоже можете нарушать правила. Или вы что, одырели там все? К слову, это звучит как вопрос, который точно не стоит задавать только что откинувшемуся зэку. Ты одырел что ли, а? Гопогей успевает скопировать все данные, Полянский берет ноутбук и наличные. В эту же секунду Кира назначает встречу по продаже острова. Хакер с той самой флешки делает слепок системы Полянского и устанавливает его на ноутбук, который передает Артему. Секунду в секунду до выхода цели. Артем незаметно подкрадывается со спины Полянского, незаметно открывает багажник и незаметно ложится туда. Понимаете, как все продумано? Официально можно заявить, что 11 друзей Оушена сосут. И сколько бы он там друзей не приводил, пусть хоть весь Тухум приведет, все равно наши ребята сделают их на раз-два. Но радоваться еще рано, ведь еще нужно украсть оригинальный ноутбук Полянского. Кира бросается в погоню, хакер переключает светофоры, чтобы Полянский вышел из машины и сцепился с другим водителем. А Артем спокойно мог обменять ноутбуки и отдать оригинальной Кире. Боже! Боже! И несмотря на то, что в каталоге острова в виде сердца вообще не было, менеджер готов впарить любой другой остров, лишь бы Полянский денег перевел. Судов и кары от богатого человека он не боится. Что теперь? В общем, как только он введет пароль и переведет платеж, у меня будет ровно 90 секунд, чтобы вбить пароль в его компьютер и перевести деньги на наш счет. Отличный хакер. Ты видишь, Кир, если делать, как я и говорил, то можно… Привет! Не дергаемся, ребята. Бери ноуты ко мне. Хорошо. Ну, сюда. Беги! Ну, правильно. Пистолет был наведен на нее, а не на него. Поэтому паренек так храбр. Ты мне условия ставить будешь? Ну, попробуй! Пятник, просто уберите, пожалуйста! Гопогей ловит Киру и говорит, что забей на хакера. Не успели перевести деньги? Так не успели. Зато у Полянского в сумке наличные. Оставим Женю в беде и пойдем попробуем украсть сумку. Друзья! Полянский тем временем уже в аэропорту. Он оставляет ключи от машины на капоте и уходит. Артем же выбивает босыми ногами стекло и становится обладателем машины за ценой как раз в операцию знакомой. В этот же момент Гопогей и Кира делают попытку выхватить сумку. Понаглый гоп-стопнуть Полянского. Полиция грабит! Помогите! Расскажите, что случилось? Закричали грабители. Он пошел выручить человека. Грабили кого-то. Этот боксер ударил в голову, и мой папа неудачно приземлился на затылок. Теперь ему требуется операция. Избив полицейских, команда справедливости все же теряет сумку и пытается скрыться. Конечно же, одна газетка и переодевание куртки действуют похлеще шапки-невидимки. Уважаемый Снэйк, засуньте свою Phantom Pain куда поглубже, наденьте коробку и выход там. Собственно героям даже из аэропорта никто выйти не мешает. Пугай! Это ж за сколько его загнет, то можно? Чё за... Чё за... А-а-а! Давай Субтитры делал DimaTorzok Кто-нибудь из вас задумался над тем, что в данный момент с хакером, который ради вас же пожертвовал собой. Да, вы теперь можете спасти свою подружку, а то, что вашего друга могут пытать или покалечить, вас нисколько не волнует. Вот покалечат? Тогда приходите, мы сразу придумаем какой-нибудь гениальный план. Ну а пока не покалечили, выкручивайся сам. Конечно же, в очередной раз героям везет, и хакера не трогают, а злодеи радуются полученному ноутбуку. Мама, дорогая. Вон пошел. Ладно, плевать на скорость света. Мало ли, может быть, у парня способности ртути. Так как у нас есть Мистер Фантастик, Азимандиас в женском обличье и Мистик, допускаем возможность, что есть ртуть. Но, неужели тот самый охранник так туп, что видит два идентичных ноутбука, он берет лишь один из них, а другой решает оставить? Чёрт, столько тупых ублюдков ходит вокруг. Возьмите как-нибудь с собой блокнот с карандашом к концу дня, у вас наберется 30-40 имен. Скорее я бы карандаш сточил, нежели записал всех тупых в этом фильме. Конечно же, денег хватает, подругу спасают, ну а Полянский влетает еще сильнее, приземлившись на остров Анжелины Джоли. Каким образом он добрался до личного острова Анжелины Джоли, если билеты ему брали в ферме по продаже недвижимости? Хотя, от чего это я уж? Это ведь молодежное кино в понимании российских режиссеров. Следовательно, идти на такое, обладая мозгами, способными выстраивать простейшие логические цепочки, себя не уважать. Так будет с каждым, кто одурел от своей воли и безнаказанности. Слушайте все! Этот ДТП совершил известный российский бизнесмен Сергей Алексеевич Полянский. Полиция не заводила дело. Богатая и влиятельная мразь в очередной раз решила уйти от ответственности. Вы привыкли к этому. Слово справедливость для вас потеряло смысл. Никому нет до этого дела. Никому кроме нас. Когда скопившаяся грязь, похоть и убийств спенятся им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх его за пят. Спаси нас. А я прошепчу. Нет. Давайте я расскажу, как было бы на самом деле. Я знаю, как получить с него денег. Вы сбили мою подругу, у меня есть доказательства вашей вины. Это не мое! Мне покинули! Я проберусь к нему в организацию и предложу остров. Вам не назначено. Я взломаю его комп. У него стоит двойная аутентификация и пароль приходит к нему по СМС. Ёпт, сейчас посмотрите, как настоящие пацаны вопросы решают. Эй, бизнесмен! Сейчас я за свою подругу тебе рожу начищу. У него оружие! Стреляй! Хэппи-энд! Вот поэтому у всех супергероев есть суперспособности. Это допущение позволяет героям вершить правосудие и быть сильнее других. Но на самом деле у вас-то нет суперспособностей. Да и денег, как у Бэтмена, нет. Или оружие, как у неуловимых мстителей. Вы просто нарушаете логику мира, в котором существуете, превращая происходящее в полнейший абсурд и идиотию. Это не мстители, это мстюны. Может быть мы не всегда правы, но сейчас по-другому не правы. А-а-а! Может быть в российском кино есть хорошие режиссеры, сценаристы и актеры. Но сейчас эти и по-другому никак. Всего плохого. Ах да! Перед титрами показывают трейлер второго фильма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, скажите мне, зачем ещё три части? Мы ведь даже первую не окупили! А ну пиши сценарий, тварь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok